Понимая, что цифровизация стала одним из ключевых трендов, компания Рено запустила в России облачный сервис. С помощью смартфона водитель может дистанционно управлять автомобилем, запускать двигатель и климатическую установку, отпирать и запирать двери. А продвинутая навигационная система позволяет отслеживать в режиме реального времени дорожную ситуацию, погоду, цену топлива на АЗС, а также искать нужную информацию в интернете. Поставщики этих услуг – Том-Том и Гугл. Записаться через приложение на техническое обслуживание можно, можно оставить лид для дилеров, и дилер с вами свяжется. По поводу сервисной книжки доступна информация с планом ТО, то есть по сроку, либо по пробегу, какой необходимо делать ТО и перечень его работ. Но пока вот это тот функционал, который доступен. Система Рено Коннект состоит из четырех звеньев. Автомобили с мультимедийкой Изелинк и телематическим блоком, оператором сотовой связи Билайн, облачным хранилищем и мобильным телефоном на Андроиде или iOS. Планшеты и другие устройства софт не поддерживают. Стоит отметить, что это – собственная разработка российских инженеров Рено. Сервис доступен для кроссоверов Аркана, Каптюр и Дастер, проданных после 11 марта. На протяжении первых трех лет услуги бесплатны. Автовладелец за них не доплачивает при покупке машины и не вносит ежемесячные платежи. По истечении тестового периода водитель должен решить, хочет ли он пользоваться системой уже за деньги или нет. По описанию система выглядит полезной. А что с безопасностью? Ведь дистанционное управление – это всегда риск. Сигнал могут перехватить злоумышленники. Однако разработчики уверяют, что волноваться не о чем. Дескать, новая система надежно защищена от воров и хакеров. Коммуникация между облаком и автомобилем, во-первых, используется с механизмами шифрования. Во-вторых, команда всегда должна быть подтверждена пин-кодом. Ну и сама система проходит регулярные аудиты по кибербезопасности. Реализуются все самые последние инструменты для противодействия хакерам и зловредным каким-то действиям. Работа над сервисом Renault Connect продолжается. Вероятно, в обозримом будущем его функционал расширится. Как расширится и перечень доступных автомобилей. Но пока никаких подробностей о грядущих нововведениях российский офис Renault не раскрывает. Редактор субтитров А.Семкин